ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, здорово! О наболевшем, о гаммах. Гаммы все, когда мы занимаемся, например, с ребятами, говорят, что какая разница играть с какими штрихами. Там вниз, вверх, там, или вниз, 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 или экономический штрих. Экономисты! Экономили! Экономический штрих, когда вы... Сразу поясню, что когда вы даете себе отчет в том, как вы играете, куда у вас кисть идет, вниз или вверх, там, или вниз-вниз, когда вы играете, например, там... И здесь вы делаете понимание того, что у вас рука куда направляется. Тогда, да, пускай это будет экономический штрих, называйте как угодно. Свип, экономный штрих, он, безусловно, есть, но он есть только тогда, когда вы даете в этом отчет себе. То есть вы играете это с пониманием, например, там, как Фрэнг Гэмбелл. То есть когда у вас рука, она сама идет вниз-вверх, вниз-вниз, вниз-вниз, там, когда вы переходите со струны на струну, да. А когда вы, извините, играете там... То есть в быстром темпе у вас этот экономичный штрих, он превращает в непонятно что вообще. Поэтому смотрите, то есть когда играете гаммы, старайтесь в первую очередь играть их правильными ударами, чтобы у вас было вниз-вверх-вниз-вверх, иначе вы просто будете непонятно какими гитаристами и непонятно... Понятно, через сколько к этому вы придете, и все равно придете к этому. А зачем вам приходить к этому, когда вы лучше сейчас вам это сделаете? То есть играете... Играете ровно, прям пускай там... Забейте себе метроном вниз-вверх, 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 и все. Пускай это так будет. Потому что я устал уже с некоторыми ребятами бороться, потому что они приходят непонятно от кого. Мы сели, мы пришли, мы стали... Стали учиться. Учиться, я говорю, слушай, у тебя неправильно рука двигается, у тебя... Ты вообще не понимаешь, как играть. То есть вниз-вверх-вниз-вверх, вниз-вниз-вниз. То есть рука вообще... Работать непонятно. То есть когда вы играете там... То есть сквозные упражнения, когда вы играете, вы же не играете вниз-вниз-вниз, или вниз-вверх-вверх, вниз-вниз-вниз-вниз. У вас же все четко идет. Так сделайте здесь то же самое, чтобы у вас моторика была ровно, четко. Сама гамма. То есть вот она. То есть мы ее сыграли... То есть чтобы именно ровное движение у вас было. И еще один очень важный фактор, когда вы играете, делать небольшие акценты Не акценты в смысле вот такие А то вы начнете понимать все буквально, а сделайте Легкие акценты, для того, чтобы вам как-то отследить вообще свою игру И когда играете под метроном, старайтесь разным ритмом пользоваться Сделайте, например, себе темп, там, скажем, если вы быстро умеете играть Сделайте себе темп в два раза медленнее, чтобы вы смогли сыграть 32-ми Чтобы вот это пространство почувствовать Например, чтобы не быть голословным, то есть скажем, темп 80 поставим То есть это 16-й обычный у нас выглядит так А 32-е в два раза быстрее, но для того, чтобы вам сыграть То есть сначала вы должны понять, куда вы будете приходить То есть 32-е, и у вас получается там сколько нот у нас? 8 нот То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз И вот сюда вы должны прийти То есть в эту нотку вы должны прийти То есть сначала по одной фразе То есть вот поиграли вот такие вот штуки, и все И по ритму будет немножко все ровнее получаться И по ударам все нормально будет И сам звук будет немножко... гамма получится у вас во фразу Потому что, в принципе, очень важно играть гаммы не как в качестве упражнений А как в качестве даже мелодической линии какой-то То есть вы, например, зарядили что-то в импровизации То есть даже какая-то такая фраза, пускай она там, ну, наполовину из гаммы, наполовину там непонятно с чего Ну, понятно с чего, и зарпеджио, там, с аптаккордов, и имейдж То есть сейчас не об этом Ну вот, все гаммы можно использовать в импровизации Это достаточно такая мощная, мощный инструмент для импровизации То есть вы можете просто одну гамму играть, и у вас нормально будет Но на самом деле здесь спорно, да, там сейчас кто-нибудь там скажет Да ты что, там туда-сюда Ну, на самом деле, то есть можно, если какие-то соло разбирать То есть у того же Сатриани, там, Крашинг Тейка То есть он играет там То есть там обычная соль минор идет, гамма Но плюс там она там немножко секенсообразной форме идет, повторяющейся Но тем не менее, это гамма И он ее играет именно переменным штрихом Ну, на самом деле, я не знаю, как он ее играет Потому что я не видел, я с ним, как бы, не общался Вот, но был бы рад с ним посидеть, попить чашечку кофе, выпить Такой, типа, привет, Сатрия, привет, Джо, там, привет, Николай Я тоже не сразу узнал Да? Угу Ну, ладно Вот, и старайтесь, когда играете, все-таки, о чем мы с вами говорили О том, что делать удары именно ровные Потому что иногда, когда вам кто-то говорит, что не важны удары То есть, как бы, очень важны Потому что я наткнулся даже на видео школу, где парень играет там в Вивальде Вот такую тему там То есть, и играет ее вообще Первую долю, сильную долю, он играет вверх А потом у него А сюда приходит на удар вниз То есть, это вообще такой расказдец такой получается Вообще, то есть, по отношению к метроному То есть, очень неудобно играть Поэтому старайтесь Сильную долю удар вниз, а слабую долю удар вверх Если кто-то не понимает То есть, просто берем метроном И играем вниз-вверх, 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 вниз-вверх Все, или наговорите себе прямо в диктофон Вот так взяли диктофон И наговорят Вниз-вверх, 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 вниз-вверх Там, в каком-то темпе Кто вверх, кто вниз Какой каприз И просто под это начали играть Это самые первые шаги И это именно правильная игра Чтобы у вас рука привыкала играть вот по таким штрихам Иначе просто у вас путь в никуда И вы опять потом зашьетесь И какие-то пассажи, типа там, таких вот То есть, просто рука у вас, ну, просто не будет выдерживать Она будет выдерживать, но вы постоянно будете у вас что-то такое непонятное Вы не будете понимать, откуда же это произошло такое, что я не могу сыграть Вроде бы, тремоло Я играю там быстро А какие-то такие штуки не получаются Из-за чего? У меня есть один парень Ходит заниматься Он ко мне каждый урок приходит и говорит Посмотри, как я играю тремоло И тремоло он круто играет Может даже быстрее, чем я Но получается, что, как бы, а как это применить? То есть, он играет не осознанно, не отсюда А у него, ну, мышцами играет Вот, а когда мы играем гамму с вами То есть, начинаем лепить вот эти все моменты То есть, нотки склеивать Тогда получается, что четкость пропадает Поэтому это видео о том, что старайтесь играть четко И все Кто бы вам что ни говорил Сделайте выводы сами То есть, попробуйте поиграть вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх Правильно И потом посмотрите, что у вас получится Если не получится Значит, не получится Значит, вы фигово занимаетесь Увы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok